Библейский портал экзегет.ру представляет 132-й псалом. Рассмотрение его, как и многих других текстов, в рамках нашего курса лекций мы проводим в Средневском монастыре. А записываются эти лекции редакцией портала экзегет и размещаются в интернет. Короткий 132-й псалом воспевает гармонию мирного сожительства людей божьих. При этом прославляется единство религиозное, а не политическое или этническое. Поклоняющиеся Господу люди, обозначенные в гимне словом «братья». Такими «братьями» могли считаться ближайшие родственники, близкие друзья или весь народ, как единая семья. Употребление слова «братья» говорит о близости и гармоничности отношений среди членов большой или маленькой семьи. Горькие последствия разрушения братской гармонии не раз подчеркивались в Ветхом Завете. На примере таких родственников, как Авраам и Лот, Иаков и Исаф, Иосиф и его братья, ну а также Давид и его родственники. Псалмопевец прославляет братское единство, сравнивая его с драгоценным елеем, которым Аарон был помазан при своем посвящении на служение при Скинии. А также сравнивает с обильной росой, спускающейся с высокой горы Ермон на невысокие горы Сиона. Сион – это установленное Богом место, где можно получить благословение и жизнь вечную. 132-й псалом расположен в центре трех псалмов Сиона. Предыдущий 131-й псалом является последним царским псалом в сборнике Песней Восхождений. В нем упоминается завет Господа с Давидом и обещание, что его сыновья будут сидеть на престоле вовек. Псалом 132-й передает радость собрания храмовой общины и упоминает помазание Аарона. А последующий, 133-й псалом, завершает Песней Восхождений призывом благословить Господа со стороны дома Аарона и всего Израиля. В заголовках большинства рукописей 132-го псалма упоминается имя Давид. Употребление глагола «спускаться» также может намекать на Давида, поскольку сочетание глагола «спускаться» с «бородой» упоминается только в истории о Давиде, который пускал слюну по бороде в присутствии гевского царя Анхуса. В то же время намеки на Давида не являются свидетельством того, что псалом появился в период его жизни. Гимн был составлен из высказываний более ранних псалмов. Центральная роль братства, которая является зеркалом собрания народа в храме, свидетельствует о том, что 132-й псалом был составлен в Вавилоне в качестве молитвы, замещающей жертвоприношения, или уже в послепленную эпоху. Скорее всего, собрание братьев на Сионе служит указанием на паломников, которые приходят в Иерусалим на один из религиозных праздников. На это, в частности, указывают термины «хорошо» и «приятно», которые в 132-м псалме относятся к общине как к единой семье. А в 134-м и 146-м псалмах это же выражение относится ко Господу, имя которого всенародно воспевалось в храме. Хотя псалом содержит национальные мотивы, связанные с Сионом, в нем нет и намека на соединение колен Северного и Южного Царства. Некоторые исследователи видят в псалме намеки на восстановление израильской общины во времена Неемии. В таком случае образ Елея, стекающего на бороду Араона, может служить не только для описания красоты восстановленного богослужения, поскольку поэтической формой для передачи братской радости от самой возможности собираться вместе на молитву и не опасаться преследований. Если текст был составлен после падения династии Давида, значит, псалом изначально мыслился как устремленный в будущее или даже мессианский. Рассмотрим детальнее его содержание. Прилагательное «приятно» из первого стиха, означает радость. Оно описывает нечто доброе, что доставляет удовольствие. Еврейское слово «добро» повторяется в псалме дважды. В описании «хорошей» или «доброй» жизни братьев вместе и в описании «доброго», то есть «хорошего» елея, дословно драгоценного елея, стекающего на бороду Араона. Вместо глагола «жить» в русском переводе можно было бы употребить слово «сидеть», что подразумевает совместную трапезу, как неотъемлемую составляющую древнееврейского праздника. Идти вместе в Иерусалим, стоять вместе в храме, вместе петь хвалебные песни Господу, сидеть вместе за трапезой – все это означает жить дружно, по-братски, связать себя узами одного мировоззрения и стиля жизни. Сравнение «радости» с «хорошим» елеем, стекающим с головы Араона по бороде на воротнике его облачения, выглядит довольно странным для современных читателей псалтыри. Однако для первых служителей псалма помазание Араона благоуханной смесью, оливкового масла со специями, было поводом для торжества. В силу того, что первосвященник был символом непричастности к какой-либо скверне, и символом религиозного единства, особенно когда над Израилем правили иноверцы. Изобилие масла, его хорошее качество намекают на плодотворные отношения, построенные на любви и согласии. Гармония таких отношений, следовательно, имела свой особый аромат. Древнееврейское слово «спускаться», переведенное на русский как «стекать», встречается повторно в описании того, как «роса» сходит, дословно спускается на горы Сионские. Такая связка стихов между собой через ключевые слова, так называемый ступенчатый параллелизм, характерны для многих, само восхождение. Третий стих. Горная цепь Ермона величаво возвышалась над равнинами северной части земли Израильской. «Роса Ермонского – это гора тяжелая, густая, как плотный туман, сдабривающая землю обильной влагой. Вместе с северным ветром в Израиль приходили дождевые облака. Но учитывая огромное расстояние между горами Ермон и Сион, образ ермонской росы, падающей на горы Сиона, вряд ли стоит воспринимать буквально. Израильтяне верили, что роса, как и дождь, падала с неба. Поэтому роса здесь является метафорой счастливой, плодотворной жизни братьев вместе вкупе». Именно там, на Сионе, народ получает от Господа благословение, несущая жизнь навеки вечная. Жизнь навека в контексте ветхозаветного богословия подразумевает не личное бессмертие, а вечную устойчивость общества. Псалмопевец надеется, что Израиль никогда не прекратит свое существование. Народ будет жить вечно. Выводы. Слово «братья» – ключевое в описании единства как иудейской, так и христианской общины. Суработники Павла в апостольской миссии были его сотрудниками, сподвижниками и братьями. Когда в поместных церквях случались споры и разногласия среди членов, апостол призывал их к миру, напоминая о том, что все члены церкви – братья. Иисус Христос молился за учеников, чтобы они все были едины по образу единства Бога Отца и Сына. Единичность, единство – это атрибут Творца неба и земли. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Един премудрый Бог – наш Спаситель. Он свят. Нет иного Бога, кроме единого. Эти ветхозаветные истины, повторенные в Новом Завете, говорят о том, что собранные собрания верных воедино в каком-то месте, и их единство в Духе Святом – сакрально. Является таинством. Святитель Афанасий Великий пишет, что на сегодня на святых апостолов было неиспослано животворящая роса Всесвятого Духа, потому что у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Единомыслие, единосущее стоит у апостола Павла в одном ряду с прославлением Бога Отца едиными устами. Следовательно, хорошее и приятное единство братьев, воспеваемое в 132-м псалме, с христианской точки зрения должно быть лишено социально-политических или этнических преград. Это единство веры избранников Божиих, которые облеклись в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение. Это единство любви членов единого тела Христова, снисходящих друг к другу и прощающих взаимно жалобы, если кто на кого имеет. Это дружелюбие, основой которой является мир Божий. Благодарю за внимание.